девочки мальчики всем привет приветствую на канале сегодня делаю небольшой обзорчик короче мы с подружкой сегодня поехали на не знаю как это называется рынок или торговый цену там все там и рынок там и торговый центр там и магазине в общем торговый центр семеречье я была первый раз но мне уже вот так хвалили так хвалили и в общем мы сегодня с ней поехали и полдня там про болтались и я хотела показать вам и рассказать какие я сделала покупки но к сожалению в один мой бутик зашли то ли они мне вообще чек не дали то ли я его где-то потеряла но на них написана цена на вещах и поэтому я вам сейчас расскажу и покажу что я купила но с подробными ценами с моими впечатлениями и вообще совсем на свете итак друзья мы зашли в один бутик бутик моющие средства хозяйственные конечно ассортимент там хороший столько мыла вы знаете я давно так говорится в таких отделах не было но сказать цены такие слегка кусачий хотя подружка она постоянно туда ходит и говорит что это намного дешевле чем допустим супермаркетах и так что я там купила друзья я купила вот такой вот концентрированный порошок смотрела там всякий разный я реле летает и все такое но в общем в итоге это посоветовала хозяйка бутика это южнокорейский концентрированный стиральный порошок я говорю сколько вот видите man made in корея я говорю сколько его нужно она сказала но что приблизительно на стиральную машину столовую ложку нужны если сильно грязное белье полторы вот хочу проверить здесь кстати 5 килограмм написано 116 стирок 5 килограмм это можно поделить 5 на 116 посмотреть сколько грамм выходит вот кстати здесь вот аннотация на русском языке написано гипоаллергенный удаляет стойкие пятна с пищевой содой удаляет жирные пятна не оставляет разводов для цветного и белого белья но для автоматической ручной стирки стоит 6 в общем взяла хотя там был какой-то допустим подешевле но не концентрат взяла попробовать вот такой вот дальше у меня кончается фаста а я кофе мам я взяла сплата белющий вот это вот стоит 100 миллилитров стоит тысячу тенге хотя там можно было купить 170 миллилитров например индийскую индийскую можно было взять за 650 тенге то есть ну не знаю взяла в итоге склад ну купила я там кстати немного немного так ну скотч я взяла ради того 500 тенге вот этот вот стоит раньше он стоил такой 350 сейчас уже 500 500 тенге ну скотч нужен всегда дома мало ли что подклеить затем я купила из натурального дерева зубочистки такой вот непрозрачной упаковки и здесь мне что понравилось здесь есть закрывашечка нет нет просыпашечка в общем взяла откручивается вот такие зубочистки 250 тенге цвета были разные были с белой крышкой не знаю я захотелось черной в общем взяла 250 тенге просто освежить на столе мне надо уже у меня есть но охота уже новенькую то уже замызганная я ее уже мыла но она как-то все равно плохо отмывается в общем взяла потом друзья взяла вот эту вот как это называют на на губка я не знаю честно сказать я ни разу ей не пользовалась первый раз если кто знает хорошо она отмывает нехорошо ну стоит она 200 тенге очень взяла попробовать 200 тенге за 200 тенге я могу конечно купить 10 10 штук в салитофоре сейчас покажу какие ну вот 240 тенге губки осоль 10 штук здесь вот но не знаю уж действительно ли это чудо губка или нет кто знает друзья напишите интересно ну и потом я купила чеснокодавку это аналог нашей советской но она не советская вот здесь еще есть вот такая штучка это выдавливать косточки с вишни но у меня была такая хорошая наша советская но куда потерялась не знаю мне кажется это слабовато ну хотя она смотрите вот это вот отделение такое здоровое здоровое но не знаю проверю отдала полторы тысячи ну кстати вот допустим европейские узнавала я от трех пятьсот до пяти шестьсот ну может быть там пластик какой-то лучшими там лучше но знаете я вам что хочу сказать чем за пять шестьсот братья уже лучше на терочке патрон или так раздавлю но взяла полторы хотя я считаю что это дороговато и там же друзья я купила я купила пакеты вот эти большие пакеты я одеваю на мусорное ведро у меня большое мусорное ведро вы знаете вот эти продают рулончики ну выходит 10 штук стоит 1200 120 тенге одна штука здесь где-то 30 штук 1300 и они намного намного прочнее чем вот эти вот отрывные так что я вот это меня как бы научила подружка я всегда этими пакетами пользуюсь очень удобно и получается я еще экономлю вот 3 где-то 30 штук стоит 1300 и так по вот этому хозяйственному у меня все я купила как говорится немного но вот за это все я отдала около 12 тысяч около 12 10 и вот это полторы но где-то ну да где-то 12 тысяч я отдала вот за это маленький наборчик ну все нужное вот это что мне хватит на ну грубо не вот этого пакета хватает на неделю на неделю если конечно там для других целей не использую но на полгода мне теперь это железно хватит ну а порошок порошок обязательно проверю затем друзьям и зашли в магазин скиф на том же рынке скифе кстати я тоже первый раз первый раз в той марте это по моему один хозяин у них было а скифе нет и мне там понравилось большой магазин цены более-менее вот например знаете могу судить по кофе я пью якобс монах беру в той пакет по 500 грамм да ну и вот в той марте кстати последний раз было восемь тысяч но я не купила 500 грамм а здесь было 7 600 но 400 тенге тоже деньги как бы тоже деньги вот так вот он скиф трейд ну давайте начнем так пакет стоит 7 деньги купила шампанское вот она тут первая я вот так и иду по списку шампанское бахус я хочу сделать на ней декупаж но как бы к новому году бутылочку я купил уже бутылочку поставить на стол буду делать декупаж что-то украшать в общем что-то думать что-то думать так я шампанское не особо пью но вот именно к новому году я купила кстати она стоит 1455 так купила бумажное полотенце карина каждое полотенце 599 600 тенге вот что он хочу сказать ну карина в принципе неплохие бумажные полотенца мне нравится потом потому что брала как-то дешевые подешевле сэкономить но знаете что вам хочу сказать это экономия выходит в бок боком отрываешь все прилипло к рукам вообще ужас ну вот карина кстати соответствует цена-качество но многие наверное пользуются и полотенцами и туалетной бумагой вот купила две штуки этим я постоянно пользуюсь я здесь вот это вот она два слоя и вот такая узкая иногда надо узкую если немножко тебе надо как говорится дальше что масло подсолнечное шедевр 886 тенге что хочу сказать почему шедевр потому что там во первых литр ровно а как никак некоторые такая же цена а там 950 грамм 900 грамм 870 895 но всякая ерунда вот ну как бы шедевр и мне чем нравится знаете она квадратная и немножко ниже чем обычные бутылки и удобно ставить у меня выдвижной шкафчик и как раз входит потому что есть некоторые бутылки которые не входят масло у меня конечно есть есть но если приемлемая цена я всегда как бы беру про запас и у меня получается всегда литров пять-шесть у меня есть масло ну как бы сейчас такие времена инфляции все такое ну как бы поэтому я покупаю хотя уже цена поднялась но все равно 886 тенге а вот скифе дальше что я купила соевый соус соевый соус 710 тенге я вот эти делаю постоянно салаты с редькой роллы делаю вот этот соевый соус мне кстати нравится 710 тенге я купила потому что мой уже там где-то меньше половины осталось ну конечно как масло я не покупаю запасом его но всегда как бы уже по бутылочке осталось поэтому я думаю надо брать 710 тенге так теперь купила масло петропавловская было по акции 833 но тут якобы она полностью натуральная да ну подайте прочитаем состав высокожирные пастеризованные сливки да значит натуральная вот 72 процента с половиной ну и она была по акции так она что-то тысячу около тысячу сто ну 833 но взяла пачку у меня как раз там чуть-чуть осталось много не беру масло но беру вот так по чуть-чуть дальше что еще было но в бородинский хлеб 199 тенге булочка стандарт так лапша кэми лапша кэми ребят вот смотрите плоская лапша она для гарнира вот я ее действительно не есть суповая это номер 4 мне она нравится такая она знаете как домашненько когда ее сваришь вот ее отвариваешь и с гарнирчик с подливчиком вот недавно я делала подливчик сердца тоже бы хорошо можно в общем типа как спагетти вот вот эту лапшу я люблю именно на гарнир использовать так она стоит 320 250 грамм конечно она не дешевая 320 ну иногда иногда так-то я покупаю макароны стараюсь по акции подешевле ну пойдет дальше что крабовые палочки атлантида атлантида 190 грамм 455 тенге ну знаете сказать что я люблю крабовые палочки нет но новый год скоро я сейчас морозилочку кину срок годности до февраля 24 года срок годности хороший ну так думаю вдруг салатик буду делать охота мне один там крабово сделать можно использовать на роллы вот и 455 нормально вот вики он вообще стоит 700 тенге в общем 700 с лишним там разные граммовки в общем дорого а здесь получается вот ну так же как у вики 190 грамм а стоит дешевле взяла одну пачку я не любитель честно так горошек глобус но опять же это уже идет запасец у меня к новому году как бы взяла потому что во первых все дорожает вот стоит 379 тенге даже 400 нету но супер цена потому что допустим в индуэль может быть он как-то получил но мы раньше всегда глобус был вот вспомните старые времена глобус прекрасный горошек на вот бандюэль стоит под 700 по акции он по акции 700 а это 379 но цена приемлемая я взяла целых две банки вот и взяла пельмешки пельмешки дашт дашт халал мусульманский 695 что ребят хочу сказать нас это джамбульским я их уже брала и мне не понравились как-то один раз взяла попробовать я уже говорила в магнуме у нас но я брала 700 чем-то такие пельмени бароновские они стоят где-то под 900 с чем-то но получается вот 695 ну грубо 700 тенге что вам хочу сказать по вкусу они понравились мне прям вот знаете такие как домашненькие и я подружкам всем рекомендовала и цена мне нравится их цена нравится ну и так когда лень готовить я взяла одну пачку про запас вот так что по скифу у меня все и того у меня вышло по скифу если не изменяет мне память 12000 а нет ну ребят 7 516 7 516 вот в общем по скифу все а кстати это вот с того частин я взяла это с того магазина это по моему по моему частин это я взяла с ну где мы брали моющие где-то 750 тенге стоит 750 я брала не комнат как комнат по моему да по нет ни комнат забыла как называется светофоре 500 а санфлор по моему по 550 мы брали ну хороший санфлор вот а здесь вот кстати он был санфлор где-то около 800 а вот этот частин я взяла ну попробовать его не знаю не знаю где-то 750 тенге так дальше идем дальше и так сразу все разобрала на место по холодильничкам чтобы здесь не болталась но вот и последний мой обзорчик это я сходила за эту любимую из эту там большой большой магазин у нас был раньше на 1 алмате вот здесь на токсибе сейчас он закрылся вот и зашла туда именно вот мне надо было как раз вот эти вот всякие и сейчас мы по ним пройдемся переставила немножко камеру чтобы было видно а то было бы как-то близко мне неудобно показывать предметы очень крупные как в общем не нужны были емкости я их купила знаете я же как это мягко сказать ну типа плюшки у меня много всякой вот такой железная мелочь какие-то тряпочки кусочки я собираю там для рукоделия у меня обрезки у меня для стимпанка но для творчества какие-то замочки какие-то цепочки какие-то игрушечки какое-то вот всякое вот все 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 вот такое и поэтому в кабинете чтобы вот это вот не валялась каким-то коробкам я покупаю вот такие емкости но естественно смотрю чтобы хотя бы было чуть-чуть подешевле ну и прилично они стояли и мне нравится что вот кстати они прозрачные и когда вы даже складывать что-то уже видно уже видно ну и они во-первых еще и пищевые их можно знаете и под крупную использовать их можно и капусту по квашеную сделать или что-то хранить и собакам корме и рис там сахара какие-то излишки вот это вот высота смотрите у этого у меня как раз на полку входит именно входит вот так и прямо так раз и поставил на полку так ну давайте что я купила пакет за это слушайте 30 тенге офигеть так контейнер 11 литровый с крышкой я так понимаю это вот это крышка крышка ой 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 вот это крышка это он 11 литровый да 11 литровый это он да я его первый брала вот нет смотрите вот так раз и крышка и сделан он так что вот видите вот здесь вот такие есть отверстия то есть их можно ставить друг на друга ну например если у вас где-то какая-то кладовочка здесь допустим у вас мука сверху вы ставите сахар сверху вы ставите допустим что-то еще там кстати а сколько можно этажей вверх этот турция производства турция и знаете сколько он стоит 1870 вот это вот штука по цене не знаю как стоит подорожала не подорожала 1870 рассказываю как есть не знаю ну конечно подорожала ну ладно так теперь смотрите контейнер с крышкой 5 литров это вот таких два контейнерочка ну вот сюда можно знаете вот иногда бывает иногда вот суп какой-то свалишь можно сюда суп перелить с кастрюли потому что вот бывают у кастрюли ручки крышка а это все-таки плоско тоже очень удобно но что-то можно тоже из продуктов опять же я из таких соображений во первых он закрывается плотно я купила и две штуки и знаете по какой цене тысяча восемьдесят пять каждый тысяча восемьдесят пять и вот смотрите опять же два они по высоте приблизительно как вот этот то есть они хорошо входят в шкаф и по размеру то есть вот сюда я могу сюда ставить шкаф и они уже войдут в общем из этих соображений потому что у меня уже такие в кабинете есть но я кстати это больше не под пищевые взяла мне как раз вот сейчас я там потрошу свои там старые сумки у меня остается какая-то металлическая фурнитура и она вот у меня болтается ни туда ни сюда у меня остаются кожаные кусочки пряжечки там подкладки нет подкладки сюда не идут в общем это для металлической фурнитуры я купила но можно использовать хоть под что они пищевые дальше что контейнер для хранения 10 литров 10 литров это вот это внутри я взяла всякий раз ну тоже вот он конечно больше и скорее всего в шкаф он уже не войдет но если шкаф у вас на 60 то он войдет вот 10 литров ну тоже я взяла знаете посмотрела чтобы были попрочнее вот есть вот конечно прям вот это тоже турция но есть вот такие прям хлипкие или это азербайджан старт глаз это по моему азербайджан да да азербайджан и вот на 10 литров это азербайджан вот этот ну ничем не хуже чем турция он даже мне кажется он плотнее плотнее но может быть не такой прозрачный как турецкий застежка в принципе такая же и он поплотнее так кстати вот тут есть аннотация что его можно в микровей в посудомойку в морозилку утилизировать в общем можно в общем этот годится на все а этот так холодильник 95 градусов а в морозилку нет ха-ха-ха нет в морозилку можно в микровей нет в микровей нельзя ну а она не войдет вот но можно в посудомойку в крайнем случае вот такой вот я взяла и ребят он стоит знаете сколько 1745 он получается дешевле чем турецкий 1745 вот этот на 11 литров получается стоит 1870 но мне кажется он более вот турецкий более хлипкий чем вот азербайджанский мне кажется получше так дальше что контейнер для хранения 27 литров с крышкой вот этот 27 этот уже под железную фурнитуру не идет это азербайджан тоже он с крышкой точно так же закрывается но у меня здесь как раз есть такие подклады от сумок моточки можно хранить ну как бы знаете вот эти моточки мои отрезания там там они болтаются вечно болтаются вот я купила вот он конечно дороговат 3175 3175 и он тоже азербайджан 3175 ну прозрачный специально взяла чтобы было видно сюда войдет уже много и вот знаете если сложил крышкой придавил на застежку закрыл уже будет надежно держаться там никакая моль не заведется ничего такого так и купила кстати так уже я тут заставилась так отодвигаем отодвигаем так куда отодвигаем куда 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 так вот набрала вагоны маленькую тележку вот ну сказать почти такой же тоже на 27 литров но это производство зета здесь даже есть вот такая ручка он если что-то тяжелое положишь может она не выдержит тоже есть застежки вот простой простой такой как 3 рубля непрозрачные уже ну немножко вот бывает знаете вот как крышечки чуть-чуть ведет ну когда знаете набито нормально вот тоже 27 литров но он зато стоит в два раза дешевле этот значит азербайджанский стоит 375 а этот 1825 то есть приблизительно она процентов 60 дешевле вот что-то хранить что-то такое непрозрачное вот взяла вот такой вот контейнер собственно я поехала за контейнерами конечно там еще была посудка посудка была и много чего было и кастрюльки и цветочные горшочки и баночки скляночки ну знаете как за эти за эти все есть все ну я выписывала себе тормоза как могла выписывала как могла потому что тормозов у меня нет ну нет они есть ну так и что я еще купила ребят давно я хотела ну вот знаете чем они плохие что они не стираются их конечно можно помыть но их стиральную машину не закинешь я хотела иметь тканевые вот чтобы можно было знаете попользоваться на стол стелешь и постирать вот ну эти можно только помыть но они знаете вот они мне понравились они сделаны по ткань и вот с таким каким-то переливом такой неяркий цвет от темного к светлому мягкий я взяла 6 штук ну вот знаете стелить у меня стол белый скатерти я сейчас не стилю я их не люблю эти скатерти терпеть не могу но стол того тоже жалко он тоже же как бы портится а он у меня белый поэтому я их купила кстати почему я их купила по 280 ну супер по 280 там были ну по 300 280 в общем и того и того в зете я отдала 12495 12500 вот это мои покупки с зете и того 12 12 24 и плюс 7 31 и плюс дорога короче мама дорогая ну под тридцаточку где-то я прокатала ну ладно на этом все вот рассказала вам показала то что я купила покупками я довольна я сейчас уже стараюсь не брать как говорится то что мне не в душе не хватает первое попавшееся это мне надо я хотела именно поехать именно купить единственное что мне бы побольше чуть времени но сегодня сегодня вы не поверите суббота я не знаю столпотворение народу полно то ли похолодание то ли новый год еще далеко я не знаю выборы завтра я не знаю народу было полно полно ну вот так съездили с подружкой в принципе потратились она и я обе довольны все вам показала рассказала я не знаю интересно вам такие обзоры не интересны если что пишите что-нибудь в комментариях ну и вот еще мне интересует вот это нано губка кто пользовался или не стоит тратить на одну губку почти столько же как у меня стоят 10 думаю наверное все таки не стоит кто и попользовался запачкалась и выбросил да а это нано теперь будешь на нее молиться на этом все друзья пока пока до скорых встреч